всем привет у меня как всегда заготовки каждый день этот рецепт я сейчас не буду снимать он у меня есть на канале я оставлю ссылку в описании под этим видео зайдите посмотрите это рецепт лечу готовлю его каждый год и очень вкусно получается я просто сейчас хочу вам показать из чего я буду делать что я вырастила смотрите гибрид джемини крупный желтый перец стеночка толстая в этом году он у меня получился они по 250 грамм такие красавцы хороший перец вот в таком состоянии я уже могу перцы снять когда большая часть уже окрасилась так следующий у меня гибрид это прокрафт вот он это кубовидные темно-красный перец тоже с толстой стенкой крупные около 300 грамм замечается мне он понравился урожайный такой красавец так и у меня еще здесь один сорт это вот этюд я знаете была немножко разочарована в этом гибриде потому что думал что плоды будут покрупнее они тоже толстостенный перец вкусное все но мелковатые пишут что не по 120 грамм но обычно всегда побольше вырастает в эту по 90 грамм и меньше по 60 по 90 грамм на роз у меня он весь такой мелковатый оранжевого цвета красивый цвет ничего не скажешь вкусный но хотелось бы чтобы был покрупнее вот с этих гибридов я сегодня буду готовить лича томаты я здесь использую это конкретно я высаживаю это сорт тетя анны это крупные мясистые бифтоматы вот этот томат конкретно весит 900 818 грамм я взвесила очень крупные для того чтобы использовать такие томаты чтобы сок был густой видите он красно насыщенного цвета смотрите какой густющий и вкусный томаты не кислые вот красивый сок получается я перекручиваю на ручной соковыжималки я показывала ее сделал обзор она у меня работает уже два сезона я ей довольна оставлю ссылку в описании тоже под этим видео зайдите посмотрите кому интересно обзор на ручную соковыжималку покупала я ее вот два года назад по моему за тысячу или за 1200 рублей чеснок также использую в этом рецепте нужно две-три головки но они бывают разные видите какой зубчик чеснока крупный это 40 гульвер это помельче сорт слон банки я для лечу использую вот такого плана они чуть больше пол-литра но 510 530 грамм хорошо подходит для лечу открыть съесть и все чтобы банка в холодильнике не стояла вот в при сахар соль еще в это лечо идет вот в принципе весь состав продуктов для лечо но получается очень и очень вкусно попробуйте кто не делал по этому рецепту и быстро и или сама гонка вкусно здесь даже уксус не нужно в этом рецепте сейчас буду готовить смотрите я засыпала уже перец томатный сок какая красота получается но это не только красиво но еще и вкусно сейчас буду следить не отходя перец должен увариться до состояния аль денте и тогда уже кипящим буду раскладывать по стерилизованным баночкам это уже следующий день хотела вам показать банки с лечу я после того как закрываю конечно их переворачиваю ставлю под тепло одеяло и как правило к следующему утру они остывают и можно уже спускать в погреб отличный рецепт попробуйте также с утра сходила нарвала томатов буду сейчас закрывать аджику и томатный сок для этого я использую крупные мясистые биф томаты это вот например сорт тетя анна отлично подходит для этих целей ну и конечно я собираю еще и семена обязательно смотрите какие они крупные также здесь есть сорт украинка или украинка я не знаю как правильно тоже очень мясистые сладкие хорошие томаты для соков здесь же у меня сладкий косади но я их приготовила чтобы они еще полежали это для сбора семян это гибрид это сорт это гибрид пазана который мне не очень понравился все равно нужно его использовать суховатый и по цвету мне понравился и по вкусу тоже в общем здесь же у меня гибрид монтарис красивые красные томаты ярко-красный мне нравится такой цвет чтобы был насыщенно красный также это сорт сердца зебры я в этом году первый раз его выращивала это бикалорные желто-розовые тоже неплохой томат мне он понравился так и собрала еще яблок и буду делать также сегодня яблочное пюре мне спрашивали почему я показала рецепт пастилы и яблочного пюре спросили почему пюре получается такое светлое красивого цвета потому что я тогда в рецепте делала из зеленых яблок поэтому получается пюре очень светлая красивая а если вы будете делать но также пастила если вы будете делать пюре и пастилу из красных яблок то она у вас будет коричневая пастила но и пюре соответственно поэтому зеленых светлое пюре с красных темная коричневатая в общем работы у меня как обычно много начался заревать урожай цветной капусты это ранеспел гибрид кашмир высевала его в первом обороте и хочу сказать что это гибрид мне не понравился хотя наверное так не стоит говорить в общем это капуста не по моей земле это точно как видите головки рыхлым желтого цвета самоукрываемость у нее очень низко поэтому видимо на солнце и пожелтели они для меня самый лучший неповторимый гибрид остается это skywalker к сожалению семена я в этом году его не нашла поэтому посадила другие гибриды и пожалела а skywalker это очень крупная головка по полтора килограмма у меня всегда вырастала белоснежного цвета и вкусовые качества просто натерка это капуста горчит почему-то не знаю в общем цветной капусты я не очень довольна что есть сейчас буду отваривать слегка и за заморозку такая капуста мне в этом году хочу вам показать немного красоты смотрите мы с вами обрезали лаванду и теперь я пока она отдыхает мы ждем повторного осеннего цветения но сейчас зацвела перовски лебеда листная это лиственных кустарник у меня этот куст высоту примерно сантиметр девяносто но она может вырастать до метра двадцати это пышный раскидистый куст соцветия длинные и сиренево синего цвета если оторвать листик и потереть между пальцами это будет аромат шалфея очень красивый куст замечательное растение все говорят что очень похоже на лаванду но это совершенно два разных растения нужно посадить и лаванду и перовски потому что пока лаванда не цветет цветет перовски замечательное растение московской области зимует отлично выходит из земли я ее обрезаю осенью оставляю пенек 15-20 сантиметров в этом году она поздновато и цветет и плоховато выходила призимовала хорошо но обрастала тяжело потому что были же весенние поздние заморозки поэтому но растение ни в коем случае не пострадала красиво выглядит совершенно нетребовательное просто поливаю водой это как маточный куст а это прошлогодний черенок тоже смотрите как разрастается быстро черенкуется вообще отлично это в прошлом году черенковала и еще один у меня куст тоже из черенка вот он сейчас вам поближе цветы покажу перовски цветок по цвету только на лаванду похож а форма и вообще внешний вид цветочка они совершенно разные с лавандой возможно у кого не зимует лаванда то наверное стоит перовски посадить вот куст лаванды обрезаны отличное растение не пожалела что купила я поставила еще несколько черенков хочу посадить еще несколько кустов сюда микс бордер посадите не пожалеете перовски сам издалека я покажу смотрите здесь можжевельник это мин джулип желто-зеленого цвета это голубой скальный можжевельник блю и роу перовски красиво смотрится это растение задан из заднего или среднего яруса то есть или надо на третий план сажать или на второй в том что куст довольно таки большой ну что самое главное ничем не болеет неприхотливый и отлично зимует московской области так что кому понравилось обязательно посадить не пожалеете сегодня пасмурный день но дождя нет хочу вам показать как цветет леатрис это белая у меня его очень-очень любит пчелы постоянно здесь летают он интересен тем что если обычный цветок цветет снизу вверх то леатрис сверху вниз картинка я высаживала две или три луковицы это еще один куст смотрите опять пчела и бабочки еще здесь летает тоже любит леатрис трудится красивое растение мне тоже нравится у меня есть еще одна расцветка сейчас я вам покажу в цветнике каменный цветок леатрис розовый так было написано на горшке когда я покупала но все-таки он мне кажется нежно-сиреневого цвета и сорт насколько я помню называется кобальт видите распускается сверху вниз интересно цветет продал недолго но красиво цветок неприхотливый вот такая красота всем привет сегодня уже 7 августа хочу вам показать томатную теплицу как видите нижние листва я уже очень много убрала томаты массово созревают я уже сделала много закруток если сравнивать с прошлым годом хотя в прошлом году тоже лето было не очень но в этом тоже но лучше урожай намного то ли гибриды и сорта другие посадила в этом году вот смотрите вот лиски нос урожайный спрос замечательная здесь уже томаты очень много сняты ирландский ликер тоже много сняла уже сейчас пройду дальше это сорт баба надя крупные розовые посмотрите как он вяжет тоже сорт монтарис гибрид очень урожайный это не пойду дальше это сорт тетя анна это гибрид требус смотрите у него урожайность какая и вам сейчас покажу макушку его и вот по саму макушку он вяжет ни одной потерянной завязи нет так это сладкий косади тоже по самую макушку вяжет сорт здесь я уже обобрала осталось немножко это ой забыла сорт как называется вот требус посмотрите я восхищение от этого гибрида он мне очень нравится так он поспевает дружно прям кистевой сбор посмотрите какие кисти замечательный гибрид и до самой до самой макушки он это гибрид кира тоже замечательные такие оранжевые вишневидные томаты они поменьше чем у гибрида требус сейчас вам покажу макушку где вот вот она макушка и вот по саму макушку вот они томаты висят ни одна завязь не была потеряна представляете урожайность конечно супер что самое хорошо что несмотря на то что это гибрид он вкусный если созреет хорошо замечательные сладкие томаты вот такая урожайность у черное сердце от борисовны тоже замечательная ну здесь терял зависть конечно это также тетя анна такие крупные томаты ну и там дальше вы сами видите я в этом году томатами довольна напишите какая у вас урожайность в этом году у томатов такая красота да я хочу от ребус попробовать замариновать и конечно он для свежего потребления у меня ребенок каждый день ходит и срывает их есть потому что вот они когда становится ярко ярко красные такие они очень сладкие вкусные правда так теплицу я сейчас не поливаю вообще с 1 августа теплица не поливается здесь сухо дверь всегда открыта в теплицу чтобы не было никакой влажности томаты как видите все чистые нету заболеваний никаких отлично томат который я высаживала в открытый грунт смотрите красное сердце гомера сердцевидные томаты но посмотрите в открытом грунте высокорослый томат и какая у него урожайность ну просто замечательно я его уже завершковала пойдемте я вам сейчас покажу еще перечную огуречную лицу это огурцы вот такие вы махали они у меня заболели видите такие пятна желтые но я даже не буду разбираться что это за заболевание главное здесь у меня нет клеща на огурцах я просто на следующей неделе их уже все уберу отсюда потому что у меня еще есть огурцы в открытом грунте я не буду ждать сухих здесь листьев просто уберу сейчас еще дня три-четыре пособираю вот эти вот остатки они вяжут и вяжут но не хочу ее вот на это смотреть на эти листья потому что они засыхают вот такие листья не их проще убрать перцы смотрите там уже не разберешь такие заросли тоже первую волну перцев я уже сняла вот сейчас вторая волна вот нарастает такие перчины ну там дальше не пойду огурцы мешает уже видела перцев много я уже лицо закрыла соус уго закрыла в общем отлично вот они у меня огурцы в открытом грунте растут мне здесь будет достаточно это тоже гибриды я их вчера собрала они все нарастают огурчики не этого достаточно будет каждый день снимаю ведрами по по ведру 10 литровому я снимаю мне уже их девать некуда я уже и засолила и замариновала поэтому сейчас я их просто раздаю поэтому чтобы они мне здесь не мешались я их уберу да и все мне так проще будет в открытом грунте будет достаточно перцем у урожай в этом году если сравнить с прошлым годом похуже но в плане того что холодная весна была он долго сидел думал но все равно сейчас он пошел в рост я поздно 2 урожай сниму вот но он все равно будет главное я уже кое-какие закрутки сделала мне этого достаточно вот так вот напишите как у вас обстоят дела с урожаем перцев огурцов томатом подовольны в этом году или нет я в общей сложности всем довольна проблемам и и и и и и